Недельная глава Недельная глава В конце недельной главы мы видим с вами повествование о том, как Израиль воюет с амаликитянами. Вот такая недельная глава. Сегодня я не планирую говорить обо всей главе, только несколько мыслей, связанных с 13 главой. Это то, о чем мы с вами будем рассуждать. Об остальном же уже как-то в другой раз. Книга Шмот, 13 глава, 17 стих. Когда фараон отпустил народ, Бог не повел его через страну филистимлян, хотя этот путь был ближе, ибо сказал Бог, не передумал бы народ, увидев войну, и не вернулся бы в Египет. Первое, на что обращают внимание в этой недельной главе, это на то, что слово бащалах, как собственно называется эта недельная глава, переводится в русский язык словом отпустил. Более точный перевод слово отослал. И дело не только в том, что значит само слово. Дело в том, что слово отпустил, как бы подразумевает, что фараон дал некое разрешение уйти еврейскому народу. Тогда как, по сути, если мы изучали предыдущие недельные главы, мы видели, что Бог заставил фараона отослать еврейский народ. При этом текст показывает нам, что Бог не дает еврейскому народу идти через земли филистимлян, пилиштим. Хотя, на самом деле, эта дорога самая короткая. Она идет вдоль Средиземного моря. И, по сути, там можно было бы за 10-11 дней, но, может быть, при размере стана еврейского народа немножко больше, дойти до земли обетованной. И текст нам говорит о том, что Бог опасался, что еврейский народ, увидев войну, вернется в Египет. О какой войне здесь идет речь? Есть два толкования на этот текст. Ну, во-первых, поскольку вдоль Средиземного моря проходил караванный путь, то на этом пути было огромное количество всяких вооруженных людей, которые занимались как грабежом, так и войнами. И, опасаясь вот этих войн, народ израильский мог бы вернуться назад в Египет. Минус этой теории заключается в том, что мы с вами уже читаем в нашей недельной главе, буквально немножко позже, что народ вскоре после перехода через Черное море воюет с Амаликом. То есть, та война их могла напугать, а эта не напугала. Второе толкование находим мы в Медраше. Медраж говорит о том, что незадолго до появления Машера Бейну, колено Ефремова, подсчитав ошибочным образом, что пришло время уходить из Египта, с помощью силы попыталась прорваться в землю обетованную. Тогда это привело к тому, что все они погибли. Есть несколько мнений, как именно погибли. По одной из теорий они столкнулись с палестинцами, которые их убили. По другой теории их догнали египтяне и убили. Так или иначе, косвенно это подтверждается в первой книге про Липоменон, 7 главе, 20 стихе, где говорится о том, как Ефрем оплакивал своих сыновей. И считается, что после того, как они были побеждены, их кости продолжали оставаться там в пустыне, в песке. К слову сказать, толкователи говорят, что когда пророк Езекиил в 37 главе, 1 стихе, видит полис из сухих костей, он видит именно кости их братьев. То есть идея по сути такова, что еврейский народ, выйдя в пустыню и увидев кости своих братьев, испугался бы, что с ними произойдет то же самое, и таким образом страх мог послужить причиной для их возвращения в Египет. Так или иначе, Господь выбрал для них более длинный путь, и они пошли в сторону Черного моря. В 18 стихе мы находим с вами такие слова. Бог повел народ через пустыню, что у моря сув, сыны Израиля вышли из Египта вооруженными. В русском языке это называется Красное море, так же, как в некоторых других языках. В еврейском языке это называется Ямсу, что значит море тростника. И отправившись туда, мы с вами прочитали, что они вышли вооруженными. На самом деле тут есть один очень интересный момент. Слово, которое переводится в русский язык как вооруженные, в септуагенте оно звучит как пемте. На самом деле в еврейском языке звучит так, вахамущим, что в принципе может переводиться как вооруженные, но на самом деле оно может иметь и еще один перевод, а именно пятая часть. Именно поэтому еврейская традиция считает, что только пятая часть евреев, живших в Египте, вышли оттуда. И здесь для нас рисуется один очень интересный урок. Дело в том, что выход из Египта традиционно в еврейском языке называют геуларишанаш, что значит по сути первое искупление. И получается, что первого искупления выхода из Египта удостоился не весь еврейский народ, а только часть. И этому есть объяснение. Считается, что из 50 возможных уровней деградации еврейский народ к моменту выхода из Египта достиг 49-го. То есть только небольшая часть Израиля по сути сохранила веру. То очень часто проводится параллель между искуплением первым, которое есть выход из Египта, и искуплением последним, геуласофит, как это называется на еврейском языке, который в этот мир должен принести Машех. Я не буду сейчас об этих вещах говорить подробно. У меня есть урок, посвященный геуле, и я просто дам на нее ссылочку. Но подобным образом, как из Египта вышли не все евреи, так и финальной геулы, и финального искупления достигнет удостоиться только часть еврейского народа. Остаток. Отличительной чертой этого остатка будет вера. Подобным образом, как во времена исхода из Египта, те, кто поверил, кто помазал косяки дверей, в дом, в которых не вошел Абадон, они вышли из Египта и пошли за Господом. Таким образом, и в конце, когда Машех вернется в этот мир, только часть Израиля спасется. В 20 стихе мы находим упоминание о местечке, которое называется Суккот. И те, кто из вас знакомы с еврейской традицией, знают, что такое же название имеет один из праздников Господних, которые очень красиво празднуются в Израиле. Опять-таки, не буду говорить об этом подробно, просто дам ссылочку на мой урок, посвященный этому празднику. Вы можете об этом посмотреть. Сегодня же хочу обратить ваше внимание, что уже в тот момент мы видим, что Господь сопровождает еврейский народ в столбе огненном и облачном, то есть Он уже присутствует с еврейским народом и дальше занимается ими. В заключении я хочу сделать такую своеобразную реплику в сторону. Дело в том, что, рассуждая на эту недельную главу, очень часто задаются вопросы. А зачем, собственно, нужна была пустыня? Для чего еврейский народ на столь долгое время оказался в ней? Один из самых популярных толкователей в иудаизме, Рамбам, говорит, зачем было их водить одним и тем же путем так долго? Можно было посадить на ковер самолет или каким-то другим образом, одноразовым чудом, перенести их в землю обитованную. Это было бы намного проще, чем на протяжении многих лет заниматься их проблемами. Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как может показаться на первый раз. Интересно, что мы с вами прочитали такие слова. Не повел их коротким путем, потому что близок он. И спрашивается, близок он, о ком идет речь? Возможно, вы знаете, но у Торы есть пять уровней понимания текста. Первый уровень, который называется Пшат, то есть самый простой уровень, разумеется, отвечает на вопрос, кто он, путь. То есть этот путь самый близкий и самый короткий. Но уже второй уровень понимания текста, который называется Драш, что значит толкование, говорит о том, что он имеется в виду народ, близок народ к Господу. Израиль есть народ, который близок к Господу. И перед Богом не стояла задача просто перевести его из пункта А в пункт Б, довести до земле обетованной. Перед Богом стояла задача подготовить еврейский народ для того, чтобы они вошли в землю обетованную. Интересно, еврейские мудрецы говорят, что если бы Израиль вошел в землю обетованную с первого раза, то, по сути, это было бы началом того самого Царствия Божьего, которого мы все ожидаем. И Машех бы пришел на землю уже тогда. Я понимаю, история не терпится слагательного наклонения. Я добавляю обычно еще и Писание, не терпится слагательного наклонения. Народ израильский в тот момент проявил неверие, и это показало, что они не готовы войти в землю обетованную. Именно поэтому путешествие в пустыне заняло аж 40 лет, когда еврейский народ учился жить, доверяя Бога в пустыню. Я могу лишь добавить, что потом еще тысячу лет уже в земле обетованной еврейский народ учился доверять Богу, но когда Машех пришел на землю, он сном оказался не готов. И вот уже две тысячи лет в Галуте, в Рассейне, еврейский народ продолжает учиться доверять Богу. Но вместе с тем мы должны понимать, что искупление окончательное, Геула-Сафид, которое ознаменуется установлением Царствия Божьего на земле, тем самым Царством, в котором Машех будет сидеть на троне в Иерусалиме, и народ еврейский будет вместе с ним, и из Иерусалима будет управляться весь мир. Это самое искупление окончательное уже близко. Но дойти до него и удостоиться его может только тот, кто будет доверять Богу. Именно доверяя Богу можно быть по-настоящему ему послушным. Именно послушание ждет от нас Бог. Вот то, чему он учил еврейский народ на протяжении всего путешествия пустыни. Это то, чему Господь хочет научить сегодня и нас. И да благословит нас всех Господь научиться у него этому. Мы с чем еще Машех. Амин.